Выбор сварочного электрода для начинающего сварщика может стать проблемой. Например, какой диаметр электрода нужен под конкретную толщину металла или какой сварочный ток выставить для получения прочного шва? Мы постараемся ответить на эти вопросы. Для начала разберемся, что такое электрод и для чего нужна обмазка. Если теория занимает вас мало, можете смело отправляться в практический раздел и приступать к выбору электрода, который вас интересует. Кроме того, из данного ролика вы узнаете, чем сварка на прямой полярности отличается от сварки на полярности обратной. А также вы сможете подобрать диаметр электрода и выставить соответствующую ему силу тока. Электрод представляет собой металлический сердечник с особым покрытием, которое называется обмазкой. В процессе сварки сердечник плавится, а обмазка при сгорании создает газовую защиту шва от вредного воздействия кислорода. Также в процессе сварки формируется защитный шлаковый слой сварочной ванны. Прежде чем приступать к сварке, стоит обратить внимание на несколько важных моментов. А именно, на электродах не должно быть механических повреждений, иначе добиться стабильной дуги не получится. Электроды должны быть сухими. При долгом хранении в неприспособленных для этих целей местах электроды отсыревают, и добиться качественного шва с их помощью будет невозможно. Для сушки используются специальные печи. В бытовых условиях можно воспользоваться духовкой кухонной плиты, либо положить пачку электродов на продолжительное время в теплое и сухое место. Выбирая электрод, следует обратить внимание на состав сердечника, который должен быть схож со свариваемым металлом. Так существуют специальные электроды для углеродистых, легированных, высоко легированных сталей, электроды для работы с нержавейкой, жаростойкими сталями, для работы с алюминием или чугуном. Существует огромное множество металлов и их рассказывать о каждом мы не будем, а сосредоточимся на тех электродах, которые могут понадобиться в быту. В основном для домашних нужд используется конструкционная сталь небольшой толщины. Вот для нее мы и попробуем подобрать электроды. Но прежде несколько слов об обмазке электродов. Различают четыре типа покрытий. Основной, рутиловый, кислый и целлюлозный. Каждый из них применяется для решения своих задач. Основное и целлюлозное покрытие используется для сварки исключительно на постоянном токе. Данные электроды можно использовать при сварке ответственных конструкций, где требуется максимальное качество сварного соединения. Рутиловые электроды подойдут для работы на постоянном или переменном токе. Они отличаются легким поджигом и малым разбрызгиванием металла. Электроды могут работать с аппаратами, обладающими низким значением напряжения холостого хода. При использовании электродов с кислым покрытием можно добиться легкого отделения шлака. Однако пользоваться подобными электродами в замкнутом пространстве не рекомендуется. Они достаточно вредны для здоровья сварщика. Еще один момент. Электроды с рутиловым и кислым покрытием можно использовать при сварке аппаратами с низким напряжением холостого хода. Наиболее широко распространены электроды с основным и рутиловым покрытием. Для новичка знакомства с ними будет вполне достаточно. У нас сегодня представлены три электрода, которые лучше всего подойдут для решения тех задач, которые чаще всего встают перед новичками. Это ООНИ-1355, МР-3, ОК-6334 для сварки нержавейки. Вы можете посмотреть всю информацию по электродам сразу, либо перейти к конкретному электроду, который вас интересует. ООНИ-1355. Самыми распространенными электродами с основным покрытием являются ООНИ-1355. Данные электроды предназначены для углеродистых и низколлегированных сталей. Как сказано в описании электродов, они рекомендуются для сварки ответственных конструкций. Швы, сваренные с помощью ООНИ-1355, отличаются пластичностью и стойкостью к ударным нагрузкам. Изделия, сваренные ООНИ-1355, могут эксплуатироваться в условиях низких температур. К недостаткам данных электродов стоит отнести требовательность к чистоте кромок заготовок. Если кромки заготовок перед сваркой не обработать, и на них попадет масло, вода или ржавчина, велика вероятность появления сварочных пор. ООНИ-1355 предназначены для сварки только постоянным током на обратной полярности, о которой мы расскажем чуть позже. МР-3. Самым распространенным представителем рутиловых электродов можно назвать электроды марки МР-3. Они предназначены для работы с углеродистыми и низколлегированными сталями. К сильным сторонам данных электродов стоит отнести возможность сварки как на постоянном, так и на переменном токах. Малое разбрызгивание металла, стабильность дуги во всех пространственных положениях. ОК-6334. Кроме двух самых распространенных марок электродов для работ с конструкционной сталью, новичкам можно рекомендовать рутиловые электроды ОК-6334 для сварки нержавейки. Данные электроды позволяют домашнему мастеру добиться мелкочешуйчатого шва с плавным переходом к свариваемому металлу. Объем шлака данных электродов достаточно мал и его легко удалить. Полярность при сварке на постоянном токе. Большая часть инверторов для ручной дуговой сварки работает с постоянным током. На постоянном токе существует два варианта подключения полярности – прямая и обратная. Прямая полярность – вариант подключения, при котором к быстросъему плюс инвертора подключается масса, держак подключается к минусу. Обратная полярность – масса подключается к минусу плюс к держателю электрода. При сварке на плюсовом контакте выделяется больше тепла, значит на обратной полярности лучше варить массивные детали, а на прямой – тонкий металл или высоколегированную сталь, чтобы избежать их перегрева. Выбор диаметра электрода и настройка сварочного тока. Диаметр электрода подбирают, ориентируясь на толщину металлозаготовок. Для сварки металлов толщиной до полутора миллиметров сварка электродами применяется крайне редко. Для таких толщин лучше использовать полуавтоматы или аргонодуговую сварку. Примерное соотношение толщины заготовок и диаметров электродов вы можете узнать из таблицы. Следующий важный момент – какой ток необходимо выставить для электрода конкретного диаметра. Данную информацию можно узнать на упаковке электродов или посмотрев следующую таблицу. Также начинающему сварщику будет полезно знать, что сварочный ток можно подобрать из расчета 20-30 А на 1 мм диаметра электрода. То есть для электрода диаметром 3 мм ток должен быть в пределах 80-110 А в зависимости от пространственного положения, толщины металла и количества проходов. Точных и однозначных настроек тока не существует. Каждый сварщик видит процесс по-своему и в зависимости от собственных ощущений выставляет необходимые параметры тока. Чем выше сварщик выставляет параметры тока, тем более жидкой и менее управляемой получается ванна. Задача сварщика – настроить аппарат таким образом, чтобы работа была комфортной, а сварочная ванна – достаточной для провара и управления ее краями. Подписывайтесь на наш канал, будем рады видеть вас за партами нашего виртуального учебного центра. Субтитры создавал DimaTorzok